Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем изучение книги Наимии, точнее оканчиваем изучение книги Наимии. Сегодня 13-й, последняя глава этой книги. Вот так описывается содержание этой главы. Наимия закончил восстановление стены и заселение святого города людьми. После этого он вернулся к своему господину царю, который не желал долго оставаться без него. Спустя некоторое время он получил разрешение вернуться в Иерусалим, чтобы устранить несправедливости и очистить город от пороков, которые вползли за время его отсутствия. Он был весьма активным в исправлении некоторых нарушений, здесь описанных. Он отделил от Израиля все иноплеменное, особенно моавитян и аманитян. Он с негодованием изгнал Товию из помещений, которыми тот завладел во дворе храма. Он позаботился, чтобы священникам и левитам платили твердые жалования. Он запретил осквернять субботу и позаботился, чтобы ее светили. Он обуздал распространившееся зло и запретил жениться на чужих женах. Итак, тринадцатая глава. И мы читаем. В тот день читано было из книги Моисеевой «Вслух народа» и найдено написанное в ней «Аманитянин и мавитянин не может войти в общество Божие вовеки», «Потому что они не встретили сынов Израиля с хлебом и водою и наняли против него, то есть против Израиля, Валаама, чтобы проклясть его. Но Бог наш обратил проклятие в благословение». Услышав этот закон, то есть читалась книга «Второзаконие», услышав этот закон, они отделили все иноплеменное от Израиля. А прежде того священник Ильяшиф, представленный комнатам при доме Бога нашего, близкий родственник Товия отделал для него большую комнату, в которой прежде клали хлебные приношения, ладан и сосуды, и десятины хлеба, вина и масла, положенные законом для левитов, певцов и привратников, и приношения для священников. То есть этот священник для своего родственника сделал какие-то апартаменты при храме. «Когда все это происходило, я не был в Иерусалиме», – пишет Наимия, «потому что в 1932 году вавилонского царя Артаксерса я ходил к царю и по прошествии нескольких дней опять выпросился у царя». Мы помним с вами, что он, когда собирался первый раз прибыть в Святую Землю, он отпросился у Артаксерса и его жены на некоторое время. И поэтому был вынужден вернуться. «Когда я пришел в Иерусалим, то есть опять, и узнал о худом деле, которое сделал Илья Шиф, отделав для Тови комнату на дворах Дома Божия, тогда мне было весьма неприятно, и я выбросил все домашние вещи Товины вон из комнаты и сказал, чтобы очистили комнаты, и велел опять внести туда сосуды Дома Божия, хлебное приношение и ладан». У нас у всех на слуху, а кто-то помнит, как святые храмы Руси использовались не по назначению. Там были какие-то склады, там были какие-то зерна хранилища, и чего там только не было. Это мерзлость в глазах Бога, в глазах народа Божия, когда святые храмы используются не по назначению. «Еще узнал я, что часть левитам не отдаются, что части левитам не отдаются, и что левитые певцы, делавшие свое дело, разбежались, каждый на свое поле». Ведь им надо было кормить своих детей. Я сделал за это выговор начальствующим, и сказал, «Зачем оставлен нами дом Божий? И я собрал их и поставил их на место их. И все иудеи стали приносить десятины хлеба, вина и масла в кладовые. И приставил я кладовым шеломию священника из садока, книжника и фидаю из левитов». Здесь мы видим, что как бы создана такая ревизионная комиссия, в которую ходят представители и священства, и книжников. Книжники – это соферим, переписчики книг, и представители от левитов. И при них Ханана, сын Закхура, сына Матфания, потому что они считались верными. То есть на такие денежные дела надо ставить верных людей, в том числе и с числа мирян. И на них возложено раздавать счастье братьям своим. «Помяни меня за это, Боже мой!» – восклицает Наимия. «И не изгладь усердных дел моих, которые я сделал для дома Бога моего и для служения при нем». Любой человек, который что-то делает для дома Божия, он поминается за службы, когда молятся о благоукрасителей святого храма всего. Далее. «В те дни я увидел в Иудее, что в субботу топчут точила, возят снопы и навьючивают ослов вином, виноградом, смокуми и всяким грузом и отвозят в субботний день в Иерусалим. И я строго выговорил им в тот же день, когда они продавали съестное». Богослужебные праздничные дни – это не дни для каких-то дел, для коммерции, для бизнеса. Это дни для духовного отдохновения. Ити ряне жили в Иудее, и привозили рыбу, и всякий товар, и продавали в субботу жителям Иудеи и в Иерусалиме. И я сделал выговор знатнейшим из Иудеев и сказал им, зачем вы делаете такое зло и оскверняете день субботний. Не так ли поступали отцы ваши? И зато Бог наш навел на нас и на город сей все это бедствие, а вы увеличиваете гнев его на Израиле, оскверняя субботу. Одна женщина мне рассказывала, что она не имела дома календаря, но когда у нее накапливалось много белья для стирки, она понимала, что какой-то религиозный праздник приближается. Вот так бесы ее подталкивали. И она звонила своим подругам и спрашивала, какой праздник приближается, у меня что-то много белья набралось, которое надо стирать. Ей говорили там, такой-то праздник, такой-то праздник. Ей становилось стыдно, что она не подготовилась к празднику и встречала его с грудами грязного белья. Девятнадцатый стих и ниже. «После сего, когда смеркалось у ворот Иерусалимских перед субботой, я велел запирать двери и сказал, чтобы не отпирали их до утра после субботы». И слуг моих я ставил у ворот, чтобы никакая ноша не проходила в день субботний. «И ночевали торговцы и продавцы всякого товара вне Иерусалима раз и два. Но я строго выговорил им и сказал им, зачем вы ночуете возле стены. Если сделаете это в другой раз, я наложу руку на вас». С того времени они не приходили в субботу. «И сказал я левитам, чтобы они очистились и пришли содержать стражу у ворот, чтобы светить день субботний». Мы тоже должны содержать стражу у ворот церковного календаря и заранее объяснять людям, какие праздники приближаются, какое значение этих праздников и отчего надо воздерживаться в эти праздники, что можно, отчего нельзя делать в эти праздники, что можно вкушать, отчего нельзя. «И за сие помяни меня, Боже мой, и пощади меня по великой милости Твоей». Далее рассказывается о том, как Наимия борется со смешанными браками. Конечно, читая эту книгу, задаешься вопросом, а чем занимался пересвященник Ездора? Почему все время требуется вмешательство этого мирянина Наимия, и при его отсутствии воцаряется хаос? На самом деле есть очень опытные священнослужители, которые напрочь лишены каких-то вот талантов, которые связаны с хозяйственным управлением, приходом. И мы не надо этим заниматься. Это дело мирян – совершать социальную диканию. А священники должны заниматься тем, чем они и должны заниматься. Поэтому не надо думать, что Ездор как бы уклонялся от всех этих действий. Просто он занимался тем, чем он должен заниматься. А нормального староста, скажем так, не было. И поэтому, когда Наимия был в Иерусалиме, был порядок. Когда он уезжал, воцарялся хаос. Когда он возвращался, опять восстанавливался порядок. Дай Бог каждому настоятелю иметь такого староста, как Наимия. Может быть, надо составить молебен для почитания Наимии, его служить при назначении нового староста. И вменять в обязанности старости, перед вступлением в должность, прочитывать книгу Наимия. Желательно с комментариями. И далее. Наимия борется со смешанными браками. «Еще в те дни я видел иудеев, которые взяли себе жен из азотянок, аммонитянок и мавитянок. И оттого сыновья их половину говорят по-азотски или языком других народов и не умеют говорить по-иудейски». То есть через этих женщин происходила ассимиляция детей, которые от них рождались. «Я сделал за это выговор и проклинал их, и некоторых из мужей бил, рвал у них волосы и заклинал их Богом, чтобы они не отдавали дочерей своих за сыновей их и не брали дочерей их за сыновей своих и за себя». Ну, здесь он поступал по-мирски. Может быть, мирской человек может себя вести в какой-то ситуации, но для духовного человека это непозволительно. Известно, что патриарх Никон грешил рукоприкладством, наставляя священников, и этот церковный суд вменил ему вино. «Не из-за них ли, говорил я, грешил Соломон?» Помните, друзья, жены иноземные развратили сердце Соломона. Испомнив это, Наимия, очень грамотный человек, как мы видим во всех случаях, он говорит, «Не из-за них ли грешил Соломон, царь Израилев? У многих народов не было такого царя, как он. Он был любим Богом своим, и Бог поставил его царем над всеми израильтянами. И однако же чужеземные жены вели в грех его». И можно ли нам слышать о вас, что вы делаете все сие великое зло, грешите перед Богом нашим, принимая в сожительство чужеземных жен. Надо сказать, что Изра продолжит эту борьбу за чистоту крови. В нашей ситуации чужеземные жены – это неверующие жены, неверующие девицы, которых мы не должны искать для наших верующих юношей, потому что эти неверующие девицы могут развратить их сердца. Двадцать восьмой стих. «И сыновей Ио Иады, сына великого священника Еле Шива, один был зятем Сана Валата, Харанита, я прогнал его от себя». То есть он ведет себя как настоящий губернатор, который руководствуется заповедями Бога. «Вспомяни им, Боже мой, что они опорочили священство и завет священнический и левицкий». То есть даже сын великого священника, великий священник – это Гадоль Коген, то есть персвященник, и вот такое осквернение. Тридцатый стих и тридцать первый. «Так очистил я их от всего чужеземного и восстановил службы священников и левитов, каждого в деле его». Очень важно, когда каждый пребывает в своем деле и не суется в чужие дела. и доставку дров в назначенные времена и начатки, то есть начатки урожая, все это он обеспечивал, чтобы левиты и храм получали все необходимое. И в окончании этой книги, которая посвящена труженику Мирянину, Немии, точнее, это его книга, здесь его прямая речь, он молитвенно восклицает. «Помяни меня, Боже мой, во благо мне». Дай Бог, чтобы Господь, вспоминая о нас, вспоминал и о каждом из нас во благо нам самим. Итак, сегодня мы окончили изучение книги «Наимии». На мой взгляд, это очень интересный текст, который поддерживает принцип дикании, то есть социального служения в церкви, которые должны осуществлять и могут осуществлять Миряне. Это их дело, это их крест. А нам остается служение, священное писание и истолкование, и объяснение его, требы и окормление народа Божия в каждом случае и при каждой возможности. Спасибо всех, Христос! С Богом! Берегите себя! С Богом!